В прямом эфире новости на своем. Меня зовут Александра Слободская. Здравствуйте. Вот главные темы этого выпуска. Министр в роли туриста, глава экономического ведомства страны оценил потенциал наших Кавминвод, где ему понравилось больше всего. У школьников начался мини-отпуск. Лениво лежать с телефоном в руках или все-таки с пользой провести время? Составляем идеальный план на эти каникулы вместе с Джамилей Ибрагимовой. Осень. Самый сезон ловли судака. О правилах поведения на рыбалке расскажет Ярослав Лапин. Проекты улучшения Кавминвод проработают в Минэкономразвития страны. Перспективы туризма на Ставрополе оценил на выходных профильный федеральный министр Максим Решетников. По поручению президента он впервые совершил к нам рабочую поездку и обошел сразу 4 курорта. Причем именно обошел. Большая часть визита была пешей. Как будут привлекать в край гостей и что от этого ставропольцам узнавал Никита Шишков. Когда говорят о развитии туризма, часто так увлекаются гостевой инфраструктурой, что невольно могут забыть об удобствах постоянных жителей курортов. А ведь в качество их жизни во многом и должен конвертироваться растущий турпоток. Поэтому и рабочую поездку начали не с парков и санаториев, а с нового комплекса в пойме Подкумка. Это внушительный зал, который может принять соревнования практически по любому игровому виду спорта. Создали объект благодаря госпрограмме по развитию Северного Кавказа. Уже сейчас ФОК обкатывают молодые футболисты из Волгограда, которые приехали на соревнования. Очень приятно, что для детей есть где позаниматься. Я думаю, родители и дети довольны, особенно тренеры. Потому что такие условия, я думаю, что позволяют нам растить более-менее хороших, достойных футболистов, которые должны дальше пополнить команду мастеров. А пополнять будет из кого? Уже сейчас в окрестностях спорткомплекса проживают около 30 тысяч человек. Министр экономического развития страны Максим Решетников отметил, в условиях роста города и турпотока инфраструктура должна всему этому соответствовать. Поэтому в планах реконструкция коммунальных сетей и строительство новых подъездных трасс к Кисловодску. Мы делаем в рамках цели западный обход, северный обход. Заявляем, мы просим вас поддержать наш проект по реконструкции проспекта Победы как туристического, потому что на сегодняшний день он слабо привлекательный с точки зрения туристов. Зато неподдельный интерес явно вызывает новая школа на улице Губина и детсад на Осипенко. В учреждениях есть все необходимое для воспитанников и заработают они уже до конца года. Тем временем в Ясентуках стартовало благоустройство озера. Чтобы создать новую точку притяжения для жителей и туристов, с парящими набережными и смотровыми площадками требуется около миллиарда рублей. В 1963 году никто не ремонтировал чашу, никто не ремонтировал дамбу. Там в той стороне, мы знаем, есть пара свящей, но это уже точно можно сказать после обследования. То есть ремонт чаши, ремонт дамбы, ремонт всех обводных, подводных каналов, гидротехнических сооружений. Сюда же мы включили. Министр экономразвития этот вопрос пообещал проработать в своем ведомстве, чтобы включить ремонт в федеральную программу. Меж тем, Железноводск тоже готовится к большой стройке, которые здесь идут одна за одной. В прошлом году завершили длиннейшую на юге страны каскадную лестницу. В этом благоустроили курортное озеро. Теперь очередь за велотеренкуром. Мы соединяем все города, центральные парки, которым мы по комфортной городской среде вложили уже несколько миллиардов. И получается, эта трасса, можно будет прийти в Минводах, взять на прокат велосипед и приехать к нам в Пятигорск, Лермонтов. Это же павильоны для аренды, для проката. О комплексном развитии Ковминвод говорили уже в Пятигорске. Федеральный министр провел совещание и отметил, что у Ставрополья есть большой потенциал. Но многие объекты федеральной собственности находятся в неудовлетворительном состоянии. Это нужно исправлять. Я крайне впечатлен той большой работой, которая здесь сделана, которая здесь ведется. Последние годы это последовательная политика, которую реализуют и федеральные органы власти, но и, конечно, реализуется на местах. Безусловно, к вам особое отношение правительства Российской Федерации. Только за последние пять лет почти 22 миллиарда рублей выделены из федерального бюджета на развитие объектов транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры. Мы сейчас добились вложения в инфраструктуру наших курортов. Я имею в виду строительство санатория, гостиниц. Где-то около 22 миллиардов уже сегодня ежегодно бизнес приносит. И в этом году мы цифры даже увеличим. Вы перед нами поставили амбициозную задачу дойти до 5 миллионов в 2030 году по посещению по туристу. Мы точно понимаем, что мы эту задачу можем решить. И для этого нужны не только бюджетные вложения, но и частные инвестиции. Поэтому одна из важнейших задач для руководителей курортов – привлечение стороннего бизнеса и совместное развитие городов. Ну а результаты предстоит оценить уже туристам. Никита Шишков, Джамиля Ибрагимова, Владимир Ковалец и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Переходим к теме коронавируса. Ставропольцам на амбулаторном лечении предоставят бесплатные лекарства. Речь о тех пациентах, у которых болезнь проходит в легкой и средней формах. Об этом говорили на заседании Краевого координационного совета по борьбе с инфекцией. Его провел глава региона в режиме видеоконференцсвязи. Соответствующее решение принял президент России. Губернатор Владимир Владимирович поручил в кратчайшие сроки обеспечить заболевших жителей края необходимой помощью. Как прозвучало на эти цели, для Ставрополя из федерального бюджета выделено 105 миллионов рублей. Я прошу мне показать, когда эти деньги превратятся в лекарства. Есть поручение президента. Есть. И в ближайшее время. До конца ноября на Ставрополе развернут еще 485 дополнительных инфекционных коек для пациентов с коронавирусом. Такой резерв создадут на базе лечебных учреждений Невиномыска, Пятигорска и Ставрополя. Также Владимиров поручил Минздраву региона следить за обеспечением аптек лекарствами и в случае их дефицита оперативно восполнять запасы. Пожалуйста, смотрите за обращениями. Нет лекарственных средств. Пожалуйста, на штаб выносите вопрос. Будем тогда точно реагировать сегодня и выделять эти лекарства по аптекам. Пандемия, конечно, повлияла и на отдых ставропольцев в этом году. Многие отказались от поездок на море. Зато большой популярностью пользовались местные водоемы. Если купальный сезон уже закрыт, то сезон рыбалки напротив в разгаре. И здесь не лишним будет напомнить о безопасности. Как привести большой улов и не выловить никаких ЧП, узнавал Ярослав Лапин. Рыбалка. Излюбленный мужчинами всесезонный вид досуга, в котором можно проявить смекалку, ловкость, силу, а главное терпение. Проявлять, однако, здесь нужна и бдительность, но почему-то не все ставропольцы соблюдают правила поведения в этой бурной стихии. Новотроицкое водохранилище – место живописное, умиротворяющее. Кажется, что никакой трагедии здесь случиться не может. Однако любой водоем – это потенциально опасная зона. Общая статистика за этот год у нас, к сожалению, к большому сожалению, 41 погибший, утонувший, среди которых один ребенок. Чтобы отдых ставропольцев проходил без ЧП, спасатели регулярно проводят профилактические рейды. На катерах выезжают в отдаленные участки водоемов и проверят, не перегружена ли лодка, не пьян ли рыбак и с собой ли у него спасательный жилет. Почти ежедневно мы проводим профилактические мероприятия по поводу соблюдения рыбаками мер безопасности. Проводится обход в различное время дня трудового. То есть дежурная смена, один-два спасателя, они выдвигаются на моторной лодке, объезжают все места, где обычно находятся рыбаки. Правила рыбалки соблюдайте? А как же, пенок, жилетик, покоряк. Трезвый не пьете? Не, не пьете, а еще на машине. Спасатели всегда на чеку, ведь когда человек попал в беду, ему нужна помощь, важна каждая секунда. Для того, чтобы довести каждое действие до автоматизма, регулярно проводятся тренировки. Вот, к примеру, одно из занятий. Условный рыбак без спасательного жилета поймал большого судака, а пытаясь затащить его в лодку, сам упал в воду. Всего несколько секунд и рыбак спасен. И даже свой улов он не потерял. Чтобы осенняя рыбалка прошла безопасно, нужно, чтобы в лодке обязательно было два вот таких спасательных жилета. Кроме того, на борту обязательно должны быть весла, на случай, если что-то случится с двигателем. Ну, а владельцам моторных лодок нужно обязательно проверять уровень топлива. Ярослав Лапин и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. У школьников начались длинные осенние каникулы. В этом году из-за эпидситуации дети будут отдыхать не семь дней, а в два раза дольше. Как оторвать учеников от гаджетов и провести время с пользой для тела и ума? Нескучное расписание вместе со школьниками составила Джамиля Ибрагимова. Никаких ранних подъемов, домашних заданий и контрольных. У ставропольских школьников мини-отпуск. На что потратить две недели? Спать до обеда и смотреть сериалы? Такой график выбирают далеко не все ученики. Алина, например, точно для себя решила – отлеживать бока не будет. Для нее каникулы – возможность продвинуться в изучении английского. Поэтому девочка даже на утреннюю прогулку обязательно захватит с собой учебник. Я определенно хочу их провести с пользой. То есть уча английский, саморазвиваться, потому что у меня есть определенные цели, к которым я иду. Соответственно, я не хочу тратить свои каникулы, просто лениться я не хочу. Встреча с подругой по видеосвязи тоже не обходится без парочки иностранных слов. Все это определенно приносит свои плоды. Алина, можешь, пожалуйста, на английском рассказать о планах найти каникулы? Окей, конечно, я могу. Я буду радовать с моим друзьям, учить английский и смотреть свое ТВ. О, спасибо большое. Расписание на свой мини-отпуск уже составила и Даша. В нем есть пункты – прогулка и рисование. В двух этих занятиях, обязательно совмещенных вместе, девочка видит свои идеальные каникулы. Я буду выходить на каникулах достаточно часто рисовать, потому что дома сидеть скучно и хочется порисовать, хочется что-то увидеть новое. Скорее всего, буду выезжать куда-нибудь рисовать, на площадь или еще куда-нибудь. Захватить с собой кисти и краски и ловить вдохновение, сидя под тенистыми деревьями. Даша уверена, предаваясь такому творчеству, можно поймать настоящий дзен. Меня расслабляет больше всего, когда я рисую, особенно в лесу какая-то такая атмосфера или за городом. Там, где нет вот этой суеты, нет людей, там, где не ездят машины. Как превратить длинные каникулы в нескучные, подумали и в учреждениях дополнительного образования «Края». Там составили обширную программу мероприятий. Многие из них пройдут онлайн. Мастер-классы, спортивные занятия, виртуальные экскурсии, концертные программы, различные задания, которые дети могут онлайн посмотреть, выполнить в удобное для них время и потом загрузить в интернет. Так что вариантов масса. Однако психологи советуют, важно прислушаться к школьнику, к его внутреннему состоянию и оставить за ребенком право провести каникулы по своему усмотрению. Ведь все-таки это его маленький отпуск. Каждый ребенок по-разному восстанавливает ресурсы. Кому-то действительно важно выспаться, полежать на диване, то есть на такой более пассивный отдых. Кому-то наоборот важно, он там сидел за партой, много учился. Наоборот важно в какую-то активную деятельность включиться. Это может быть спорт или наоборот это может быть творчество. О каникулах мечтаем и мы. Джемиля Ибрагимова и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Если вы сняли что-то интересное, обязательно присылайте нам в редакцию. Я напомню номер 8 928 350 80 70. Далее прогноз погоды. Передаю слово моей коллеге Яне Лукошкиной. А у меня на этом все. В студии была Александра Слободская. Спасибо, что были с нами. В Кисловодске переменная облачность плюс 13 днем и плюс 7 ночью без осадков. На востоке края также облачно. В Арцгире, Нефтекумске и Буденовске днем плюс 16, ночью плюс 12. В Ипатово и Дивном плюс 16 днем и плюс 11 ночью. Местами ожидается дождь. А теперь о других явлениях. Забавный ролик набирает популярность в соцсетях. Главный герой слоненок с чувством юмора, решивший подшутить над человеком. Все комментарии здесь излишни. На этом у меня все. Увидимся на своем ТВ.